Всем привет! Hi! Всем привет! Я закончу тут готовить, наверное, или рагу, или стыковый суп. В принципе, это одно и то же. Ого, из стыков тут выделилось что-то странное. Я одновременно буду смотреть вебинар. Ну, онлайн-вебинар. Рада мне некуда подсказать. Улайн-вебинар «Эко-привычки». Не знаю, что он будет рассказывать. Не смогу ли я одновременно вести эфир, готовить и смотреть вебинар. Наверное, нет. Поэтому можете просто смотреть. У вас, наверное, будет немного. Ну, ничего. Начнем с того, что... Ой, спрашивают, что делать с масками. Ну, в рамках этой привычки. Ну, я думаю, я буду сама решать, что выбрать или не выбрать. А не слушать зачем. Так, старше. Вы дайте здесь куча ласки, которая в большинстве есть инвенит. Хорошо. Да. Спасибо большое за ваше внимание. Я на тебе много. Поехали. Да, поехали. Тема сегодня про самолеты, как привычки. Для начала и дальше про меня. Потому что я буду регулярно рассказывать истории. Роман Сабли. Россия Санкт-Петербург. Эхо-тренер. Голуб. Голуб. Мифа. Не исключен. А это в адресе не может получить. Итак. Значит. Медом травмой в сапоглевле. Мне 41 года. Я живу в Санкт-Петербурге уже 8 лет. А 8 лет жил в Москве и до этого в мокуре нет. И в юге Кем 협о, Петербург. Ну я не понесу, это это вы какого-то говорого. Готовьте, смотрите. На меня я смотрю, если побольше. Я живу в городах Мегаполисах. 10 лет назад жил в Москве, я помыкнулся с экоактивистами, они меня заразили веленым вирусом, и я стал экоактивистом. И потом из этого делал профиль. Профильм-экофильм это профильм-экофильм, профильм-экофильм, это профильм-экофильм по экологическому обращению. Это моя основная вещь. Это бизнес нашей команды, компании «Веленский Грайвер». Мы работаем с крупным бизнесом, с инвалидными студентами, с людьми с общением по всей России, это Вахтана, Грузия, занимаетесь как посвящением и экологизацией. В 13-м году вышла на «Веленский Грайвер». Первый в России учебник по экологичной жизни. И я 10 лет статкакую эко-привычки, на сегодняшний момент их более 100. Не пугайтесь, мы сегодня как раз один из целей, про который я буду говорить, это про то, что экологичная жизнь, она должна подходить очень постепенно, плавно, не пугаясь, что придется по всей жизни переменеть, вообще это очень долго, муторо, недорого. Это не так важно. Важно, последний шаг за шагом. И очень важен принцип баланса. То есть сделали что-то здесь. Ну, он правильный тезис. Когда ты, типа, к эко-жизни приходишь, но приступен, еще правильно не ругать себя, если купить пакет лишний. И так, что можно еще сказать, рассказать. Да, тогда у меня эко-жизнисты познакомили как раз с идеей экологичного образа жизни и экопривычек. Один из первых проектов, который я запустил, инициировал, это экологичная цепь, которые мы сделали на луку. Мы сняли экологичную цепь, у нас, что 60 квадратов, если мы с этим эко-жизнистами и провели эксперимент на свой экологичный образ жизни. Говорят, сняли пакет, сняли экологичную пакетницу. Мебель, технику, оборудование, мы сюда закупили... Да, у меня нет пакета для мусора. В этом мы считаем, что мы сэкономили порядка 30 квадратов. Я сейчас скажу вопрос, который я вам хочу создать. Я кидаю фарм пакеты, хожу со мной, с кабин-газином. Но, блин, как выкидывать мусор, я не понимаю. Ну, то есть, типа, тупо с ведром... Тупо с ведром я не хочу ходить. Ну, типа, не могу себя заставить. Хотя, типа, ну, это бы не было так муторно. И просто лишнюю распроагуляцию и чирком раз здесь... Да, как вы думаете, хватит половина тыквы. Вот, проведала тыквы. Я не знаю, что это было в Москве. Мы тогда считались. Одной из них стало, и мой, по сути, софтняк ответа «Зеленый драйвер». «Зеленый драйвер» глава первая, так как посвященная колоссия, я вам расскажу. Буду рад поделиться на электронное решение. Печатное, к сожалению, закончилось, достаточно давно, чтобы получить электронное решение. А большая, просто, до сих пор оставали, наоборот, не уйти меня, пускай, не читать, я вам ее уважаю. Алло. В 2012-м я переехал в Петербург, познакомился на экологические конференции 11-11-11 в своей будущей цикловной. Зовут Любовь. Ого. Как мило. Познакомился с 11-11-11 и твоей люди сезонной. Я не буду читать дебильные комментарии, хуй ты хочешь. Извините. Извините. Зря бы канула, может быть. Ну ладно, не зря. Один из дебильных слов, который меня лично задумает глобальность и глобальность. То есть, понимая, что происходит на планете, очень важно. Так, я подготовлю к ослюнке. Я конкретно могу и здесь, и здесь делать, а я на гармоничный мир, на достижение светлого зеленого будущего, как я могу повлиять на небольшого человека. Ну, ну, как вариант решения. Так. Так. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Ну ладно, я сейчас хочу это, трансляции. о том, что это не странно, чтобы послушать тихо, ведущих сетей. Потому что я одета и у меня нет тут пожалов. Так, картошки хватит. Две вот так едем. Далее. Вот, начиная про личный пример, как изменить мир. Это у нас изменить вся у нашей команды и это выработка изменить в России. Я, когда писал книгу, нашел инструмент который называется закон автосинкровизации. Вы еще называете «Косов с обильями». И сейчас ваше нельзя собрать общество сетей. Пистим портошки. Ну ты привози лифчик мне. Я может одену. В России мы хотим собрать 7 миллионов человек. Это неформальное объединение, нигде не нужно будет подписываться, расписывать кровью, как-то еще брать обязательства. Это такая самая декларация. Мы сейчас раздабатываем тест, и пока по моим предварительным решениям у нас порядка двух миллионов. Двух миллионов людей, которые задумываются об экологии, что-то делают для этого. Применяют экопривычки. Я не знаю, что-то что-то другое. Далее. Вы, наверное, не все слышали субтитры. Я не буду покупать, потому что я не хочу сделать тухой. Все, ладно. Так, что я делаю для... Кто есть кто? Экоактивист, эколог, эваколог. Слушайте. Эколог, знаете. Эвакон изучает состояние возрающей следы использования научных подходов. Понятно. Кроме обработки большого объема информации со ссылкой на авторитетную точку. Я изучаю научные труды и использую свои деятельности. Поэтому, когда мне вызывают экологом, это не совсем верно. Я педагог образования, русский язык, литература и риторика. Далее. Я, да, я являюсь экопривистом, поскольку участвую во многих проектах по защите окружающей среды. Я как активист считаю деятельность по защите следы путем участия в экологическом институте. Понятно. Помимо внешней безопасности в своей квартире, условно, я живу еще экологичную жизнь. И эколог, это тот, кто просто идет. негативное воздействие на следующий год. Мы сейчас по этому будем говорить. Вы понимаете разницу, да? Куртожечка, еще одна, где она? Далеко не стоит быть не готовы. Эко-активистами тоже пока не готовы быть все, выходить во вне, но при этом даже сидя на диване, выбирая, кликая на вайберис или на зонде или где-то еще, на лобку филиру доставку продуктов, мы можем голосовать кошельком за более экологичную продукцию, мы будем сегодня поговорить, как ее отвечать, и за то, что, например, и после этого... Ладно, всем пока. Я сама подожилась.